Приветствую вас, и давайте мы с вами начнём с самого начала. Вы говорите, подскажите, пожалуйста. Подсказать мы вам, конечно, можем, но по поводу чего вам подсказать? По поводу чего вы хотите получить подсказку? По поводу какого аспекта вы хотите получить подсказку и в какой ваш вопрос? Потому что пока на данный момент я не увидел ничего, что могло бы быть, могло бы реализовываться как запрос к психологу. К сожалению, вот именно в вас, именно в вашем тексте я этого не увидел. Я не увидел того, что можно было бы назвать, значит, ну, вот, забросом именно к психологу. И это является первым важным моментом. Какой помощи вы хотите от нас? Какой помощи вы желаете для себя? К тому ли эксперту, к тем ли экспертам вы обращаетесь за помощью, когда, ну, вот, пишете свой текст. Понимаете? Это важно. Это очень важно. Дальше. Финансовые проблемы, из которых никак не получается вылезти. Ну, финансовые проблемы могут быть связаны с несколькими причинами. или финансовые проблемы могут иметь несколько причин под собой. Первая причина – это элементарная финансовая неграмотность, если можно так выразиться. Элементарная финансовая неграмотность бывает, когда человек не умеет пользоваться деньгами. Это нехорошо и неплохо. Это просто есть. И говорить о том, что, например, подобного не должно быть, ну, мне кажется некорректным, потому что это либо есть, либо этого нет. Но если это есть, то с этим нужно что-то делать, ну, например, учиться финансовой грамотности, учиться распоряжаться деньгами, учиться расставлять приоритеты, когда это нужно. Ну, приоритеты имеется в виду, на что тратить деньги, на что не тратить деньги, вот. То есть, вы приходится делать выбор. Это понятно, что тяжелый выбор. Понятно, что не хочется его делать, да, не хочется делать выбор. Иногда. Да. Но, тем не менее, выбор делать нужно. Для этого необходимо расставить приоритеты. Это первая причина. Вторая причина. Это неудовлетворенные желания. То есть, если человек бесконтрольно тратит деньги. Ну, я не знаю, влезает в долги, там, и так далее. То нужно посмотреть на результат. То есть, я влез в долги. Что я получил? Какой эффект? Стоило ли оно того? Если стоило, хорошо. А если не стоило? Чего я хочу? Какие желания стоят за тем, что я влезаю в долги? Знаете, за финансовыми проблемами здесь стоят определенные потребности. Потребности, безусловно, ваши. И только ваши. Ничьи другие, ничьи больше. Только ваши. И эти потребности нужно удовлетворять. То есть, они не могут принижаться. Они не могут быть игнорированными. Они не могут быть отодвинутыми на задний план. Нет, нет, нет и еще раз нет. Проблемы, проблемы, связанные с потребностями, нужно решать. Чтобы вам быть свободным. Чтобы вам не чувствовать постоянного давления на себя со стороны этих самых желаний. Что стимулирует вас к тому, чтобы вы были в финансовых проблемах. Следующая причина, по которой подобные вещи происходят, является, представляет собой, Следующая причина представляет собой деструктивный сценарий. Негативный деструктивный сценарий. Так вы можете себя за что-то наказывать. Так вы можете показывать самой себе, что вы недостойны. Что вы не способны. Что вы не можете. Что вы не справитесь. Что вы как-то не подходите для решения финансовых проблем. Например, для ведения финансовых дел. И все в таком духе. Так же, как и в предыдущем случае, основой подобной картины, является не что иное, как семейная среда. То есть, ваше взросление, ваше становление в семье определило то, как вы сейчас себя ведете. Да, это неприятно. Да, это... Тяжело. Сознавать подобные вещи. Но, тем не менее. Тем не менее. Лучше посмотреть правде в глаза. Да. И спросить себя, что я делаю по своей воле, а что я делаю не по своей воле. То есть, что я хочу делать, а чего я делать, делать не хочу. И если я не хочу что-то делать, то как же так получается, что я все равно это делаю? Вы знаете, я специально, я специально сказал эту фразу. Как же так получается, что я это делаю? Чтобы вы поняли, что это вы делаете. Это не делает кто-то за вас. Это не кто-то перекладывает, не кто-то влияет на вас. Это не кто-то заставляет вас делать то, что вы, ну, то, чего вы не хотите. Нет. Это делаете вы. Вы влезаете в, ну, в долги. Вы сами стимулируете такую ситуацию, которые оказываетесь в состоянии, ну, своего рода в состоянии жертвы. Своего рода. И на мой взгляд, на мой взгляд, в этом состоянии вы и пребываете, значит, ну, не желая что-либо менять. А менять, к сожалению, нужно. Потому что только вы способны изменить то, что с вами происходит. И никто, никто больше, никто больше этого сделать не способен. Далее, значит, может кто-то влияет. Ну, вот, это перекладывание ответственности. То есть, вместо того, чтобы проанализировать, что именно я делаю, как я делаю, почему я делаю, ради чего я делаю, чего хочу и так далее. Да? Вместо того, чтобы проанализировать это, вы, значит, предпочитаете думать, что кто-то на вас влияет. А если никто не влияет? Вот просто, давайте допустим такую мысль. Если не влияет никто, вот как быть тогда? А вот в этом случае, что делать? Если никто не влияет. Ну, вот, эм... Случилось так, эм... получилось так, что никто не влияет. Что делать будете? Смотрите, какая история. Поэтому здесь, эм... Эм... Подходить достаточно аккуратно. К тому, чтобы... Ну, вот. Перекладывать ответственность, эм... Себя на... Кого-то другого. Кого-то другого. Потому что... Перекладывать ответственность, вы... К сожалению... Эм... Никак себя не защищаете. Никак себя не... Спасаете. А только наоборот, делаете хуже. Обманывая себя. Эм... Когда встретила своего... Своего суженного... Тогда и началось всё. Ну, эм... Конечно, мало информации для... Анализа вы и дали. Кхм-кхм... Но, я могу сказать... Что... Причины... Такого... Эм... Такого... Такого поведения... Такой реакции... Могут крыться... В том... Что... А... Вы не... Эм... Простроили личный границ... Друг с другом. То есть... Где я... Где ты... Где мои границы... Где... Где... Твои границы... Вот этого нет... У вас... Ну... Как это видится мне... То есть... Где моя ответственность... Где я делаю... Где ты делаешь... За что я отвечаю... За что ты отвечаешь... И... Б... Это... Ваше... Стремление... Возможно... Эм... Быть ближе... Эм... 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 С... 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 Суженным... И... Вероятно... Страх его потерять... То есть... Вы... Боитесь... Что над вас идёт... Если вы не будете что-то делать... И... Поэтому... Делайте что-то себе... Во вред... Во вред... Эм... Задайте себе вопрос... В этом случае... Можно ли назвать... Эм... Эм... Свободными... Отношения... Которых человек... Боится... Именно боится... Что... Его партнёр... От него уйдёт... Если... Отношения... Нельзя назвать... Свободными... То тогда... Как их можно назвать? И... Являются ли... Являются ли... Эти отношения... Тем... Чего... Вы... Для себя... Сами... Хотите... Вот... Эм... На мой взгляд... Эм... На мой взгляд... Именно... С данных аспектов... И... Следует... Начинать... А уже... Потом... Будешь... В общем... В общем... Вам... Эм... Понятны... Эм... Какие-то... Другие вещи... Которые... Эм... Эм... Пока что остаются... Ну... Ну... Скажем так... За пределами вашего... Понимания... Эм... Проанализируйте то, что делает ваш... Сужин... Сужин... Эм... То есть... Эм... Как он... Себя ведет... Эм... Эм... Как он себя... Подает... Какие... Эм... Действия... Человек и человек... Предпринимает... И предпринимает ли вообще... Эм... И так далее... То есть... Это все... Достаточно... Серьезные... Важные моменты... Которые... Эм... Помогут... Именно вам... Увидеть... То, что стоит... Эм... 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 Вашими настоящими проблемами... Ну вот... Эм... Эм... Текущими... Проблемами... И... Тем самым... Помогут... Опять же... Эм... Увидеть из них... Выход... В зависимости... От... Тех... Эм... Причин... Которые... Я выделил... Вам... Нужно... Будет... Эм... И действовать... В зависимости... От причин... Не путайте действия... Не путайте следствия... И причинам... Это... Разные вещи... Поэтому... Если... Собираетесь... Что-то делать... То сперва... Подумайте... Подумайте... Как... Реакция на что... У меня... Такое вот... Поведение... Как... Реакция на что... У меня такое поведение... И... Чего я... Собственно говоря... Хочу... Ну... Получить... Чего я... Собственно говоря... Ожидаю... От... Эм... Эм... Этих... Действий... Своих... Это важно... Потому что... Эм... Без этого... Вы опять... По сути дела... Ну... Никуда... Никуда не придёте... Без этих моментов... Вы никуда не придёте... На этом всё... Я надеюсь, что помог вам... Если у вас остались вопросы... Пишите в личку... Буду рад помочь... Если вам понравился мой ответ... Буду благодарен... Если сделаете его лучшим... Я желаю вам... Всего самого доброго... И удачи!